Библейский портал экзегет.ру представляет Слава начинает рассказ об общественном служении Иисуса. Однажды Иисус стоял на берегу Генесарецкого озера, на ночь Галилейское море, а на него напирала толпа, собравшаяся послушать Слово Божье. Вот смотрите, как он отмечает все-таки Лука, что они собрались послушать. Часто мы видим по другим евангелистам, что собрались больше для того, чтобы увидеть что-то яркое, интересное, необычное. А все-таки они собрались послушать. Может, не все услышали. Может, не все так уж прямо были увлечены этим словом, но хотя бы как-то. Он увидел у самого берега две лодки. Рыбаки вышли из них на берег и чистили сети. Это понятно, после ночного лова, особенно очень много попадают всякой грязи в сети, да и после дневного тоже. И нужно эти водоросли, какие-то ветки выбросить. Иисус сел в одну из этих лодок и попросил его хозяина, того звали Симон, отплыть немного от берега. Вот появляется у нас Симон, будущий Петр. И смотрите, как эта встреча выглядит. Это не совсем призвание. Вот в том смысле, что, как иногда описывается, он проходил, позвал, они все бросили, пошли за ним, такое очень энергичное. А здесь Иисус входит как бы мягко в жизнь этих людей. Так он сидел в лодке и учил людей. Но понятен смысл, то есть толпа на берегу, и эта толпа просто не даст услышать тем, кто дальше. Они вот его стиснут, и, собственно, говорить будет невозможно. Нужна какая-то дистанция. Дистанция создается с помощью лодки, отплывшей немного от берега. Когда он закончил свою речь, то сказал Симону, а как же, смотрите, раз он чистит лодки, значит, он только что закончил лов рыбы. Устал человек. А его попросили вот побыть немножечко лодочником. Да, надо же как-то его наградить за это. Сказал Симону, отплыви на глубину, там и забросите ваши ловчие сети. Симон ему ответил, наставник, мы все ночь трудились, но ничего не поймали. Вот профессор Рыбака, да, от себя не очень-то зависит. Зависит, конечно, в некоторой степени, но вот удача все равно важнее. Впрочем, раз ты велишь, я заброшу сети. Тоже вот интересно. Человеку предлагается сделать действие, которое он считает абсолютно бесполезным, но не очень сложное, не то, что там залезть на высокую гору, построить там какой-нибудь хрустальный дворец, а вот просто сделай то, что ты делаешь всегда. Но сделай это по даже вот нельзя сказать заповеди, да, или там по велению, а просто по предложению Бога. Посмотри, будет ли результат. А сколько людей, наверное, отвечают на это. Да ладно, на чай я буду, вот сам разберусь, что я рыбу ловить, что ли, не умею. Я уже сколько лет это делаю. Впрочем, раз ты велишь, я заброшу сети. Они так и сделали, и в сети им попалось так много рыб, что сети даже начали рваться. Они помахали своим товарищам с другой лодки, чтобы те пришли на помощь. Те подплыли, обе лодки так нагрузили рыбой, что вода переливалась через борта. Да, вот эти мелкие детали. Зачем они нужны? Но мы видим этих людей живыми. Это не какие-то апостолы, которые там с нимбами вот так вот стоят. Нормальные люди, да, ловят рыбу, там товарищей зовут, чтобы помогли им богатый улов вытащить. Можете себе представить, с какой радостью это все делается. Такое веселое оживление. И до того нагрузили, что вот уже лодка потонет. Вот тоже такая, может быть, даже некоторая жадность. Ну, для рыбака вполне естественно. Если лодка потонет, то и лодка пропадет, и вся рыба обратно расплывется. Симон Петр, увидев это, пал пред Иисусом на колени и сказал, а что бы вот мы с вами сказали? Спасибо, дорогой, очень помог. Или, круто, я тоже так хочу уметь. Или, я всегда теперь с тобой буду. Оставь меня, господин, ведь я грешный человек. Кстати, маленькая периодческая проблема. Здесь у Луки очень часто к Иисусу обращается кюрия по-гречески. Это можно переводить как господин. Если кто будет сегодня в Греции или там на Кипре, то кирия – это нормальное обращение к незнакомому мужчине. Господин как мистер, месье и так далее. А с другой стороны, это обращение к Богу. И вот у Луки есть места позднее, где явно еще даже до воскресения Иисуса к нему обращаются как к Господу. Но здесь, похоже, Петр всего лишь изумлен тем, что произошло. Оставь меня, ведь я грешный человек. То есть, смотрите, для Симона, будущего Петра, хотя он уже здесь назван Петром, но в следующей главе будет сказано, что это имя ему дает Иисус. Так вот, для Симона Петра самое главное – не соприкоснуться с чем-то божественным в недостойном состоянии. С другой стороны, это некоторый страх. Вот оставь меня, казалось бы, давай вместе рыбу ловить. Что можно сказать? Ведь он уже зависит от этой рыбной ловли, от его заработок. Как хорошо, у нас прямо все замечательно получится. Но рыба не главное, он понимает это. И, кстати, чем он грешен, что он такого плохого сделал? Мы понятия не имеем. Ну, у каждого человека что-то есть, да? И вот это ощущение, что святость не для меня, я же грешный. Может быть, это не только и не столько даже боязнь оскорбить Бога своей греховности, соприкоснуться с ним в недостойном состоянии, а сколько боязнь Бога, который приходит и ломает эту грешную жизнь. Вот здесь все как-то уже устроено. Рыба – это, конечно, здорово, но ведь теперь же начнутся какие-то еще чудеса, какие-то еще требования. А может быть, часть этих грехов – это то, к чему он очень привык, и без этого не может прямо, да, и не хочет этого бросать. А ведь придется. Стоит ли рыба того, чтобы отказываться от всех этих радостей жизни, которым он предается? Может быть, я не знаю, я понятия не имею. Я только знаю, что он грешный человек, потому что каждый. Так вот, оставь меня, господин, ведь я грешный человек. Интересно, что Иисус ему ничего на это не отвечает. Не говорит, нет, ты не грешный. Ну, как вежливо сказать, да ладно, еще и похуже тебя есть, ты очень даже ничего. Такие нормы человеческой вежливости. Не говорит ему, прощаются грехи твои. Казалось бы, было здесь куда, как уместно, да, потому что он прощает грехи в других местах, в этой же главе, в частности. То есть, хорошо, что ты это признаешь, но это не главное. А главное, что будет дальше. Этот улов привел в изумление самого Симона и всех, кто ловил вместе с ним. Еще там были Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея и товарищи Симона. Ну, это же будущие апостолы. И Иисус сказал Симону, вот что он ему сказал на грешный человек, не бойся, то есть, все-таки это прежде всего страх. С этих пор уловом твоим будут люди. Вот как ты ловил рыб, так ты будешь ловить людей. Ну, понятно, что не физически сетью их вытаскивать из воды или там где-нибудь еще. А вот ты приобретаешь рыб для того, чтобы продать их на рынке. Ты будешь приобретать теперь людей. А для чего, со временем разберемся. Ну, не для продажи, на рынке это работорговля называется. Тогда практиковалось, конечно. А вот что-то новое, непонятное. Смотрите, никаких экзаменов, никакого собеседования, никакого резюма этому он не посылает Симона. И принимает его на работу апостола, между прочим. Оказался в нужном месте в нужное время. Произнес нужные слова вот про этих грешных, про свою грешную природу. А может быть, был просто готов сделать то, что Иисус ему сказал. Почему вот не везет? Почему вот не приходит у дачи? А может, нам что-то такое вот говорит Бог, и мы просто отказываемся послушать этот голос? Тогда они вытащили лодки на берег, все оставили и пошли за Иисусом. Кстати, рыба уже не нужна, да? Ну, наверное, ее разобрали, там людей много. Когда он был в одном из городов, там оказался человек, покрытый проказой. Проказы – это тяжелое кожное заболевание, и, во-первых, неизлечимое, во-вторых, оно делает человека нечистым, то есть он отвержен от общества. Должен ходить и извещать окружающих, что он нечист. Увидев Иисуса, он пал пред дневниц и взмолился, «Господин, стоит тебе пожелать, и ты очистишь меня». Иисус протянул руку, коснулся его и сказал, «Желаю очистись». Понятно, что да будет воля твоя и так далее, но еще одна очень простая вещь. Он ставит это пожелание Иисуса выше своего собственного желания. Он-то хочет, тут сомнений нет. Хочет ли Иисус? И с него тут же сошла проказа. Иисус ему повелел никому об этом не рассказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за свое очищение, как повелел Моисей, чтобы все убедились. А в книге Левит действительно предписано определенное жертвоприношение, которое должны подтвердить очищение человека от проказа. Но Иисус вовсе не отрицает ветхозаветного закона, здесь просто он не сводит все к нему. Молва об Иисусе расходила все шире и шире, к нему стекались толпы, чтобы послушать его и получить исцеление от своих болезней. Все-таки послушать на первом месте. Вот наш такой оптимистичный Лука. Но он то и дело удалял совоединенные места для молитвы. Вот нельзя все время быть в прямом эфире на виду, где-то надо и самому побыть с Богом. Вот что случилось однажды. Он наставлял людей, вокруг него сидели фарисеи, учителя закона, собравшиеся отовсюду, из галилейских селений, из Иудеи и Иерусалима, притом Иисус обладал целительной силой Господней. Ну вот такой тоже момент уже полной и яркой известности. И вот некие люди принесли на постели человека, который был парализован. Они хотели войти в дом и положить его пред Иисусом, но его окружала такая толпа, что пройти им не было никакой возможности. Тогда они поднялись на крышу и, проделав отверстие, крыши были плоскими, как правило, глинобитными, хотя, может быть, и чем-то еще покрыты. Значит, можно залезть и действительно прокопать в этой глине. Дом сломали, между прочим. И, проделав отверстие, спустили его прямо на постели, на середину комнаты, где был Иисус. Было за что их поругать, между прочим. Куда вы лезете со своим еще имуществом портите? Увидев их веру, Иисус сказал, «Человек, тебе прощаются грехи». Вот тоже интересно, увидев их веру. То есть вера – это что-то такое, что меняет мир даже не внутри самого человека, а и вокруг него тоже. «Человек, тебе прощаются грехи». Тут книжники и фарисеи стали рассуждать между собой так. Да кто он такой, чтобы говорить богохульство? Кто может прощать грехи? Только Бог. Ну, понятно, потому что если вот человека прощают, то, значит, заявляют себя Богом. Иисус понял, о чем они рассуждают, и сам обратился к ним. Как же это рассуждать его в своих сердцах? Как проще сказать парализованному, прощаются тебе грехи, или же сказать, вставай, бери свою постель и ступай? Конечно, проще сказать, прощаются грехи. Почему? Потому что это невозможно проверить. А вставай, бери свою постель и ступай, и немедленно либо он встанет и пойдет, либо нет. Если встанет и пойдет, значит, да, ты имеешь право это делать. Если не встанет и не пойдет, то сразу очевидно, ты шарлатан. Поэтому прощаются тебе грехи. Это такая легкая форма, да, казалось бы, с внешней точки зрения. Но чтобы вы поняли, у сына человеческого есть право прощать на земле грехи, и тут он обращается к парализованному. Тебе, говорю, вставай, бери свою постель и ступай домой. Тут у всех на глазах сразу поднялся, подхватил постель и отправился домой, прославляя Бога. Все пришли в изумление, тоже прославляли Бога, и в страхе говорили, «Мы увидели сегодня что-то невероятное». Вот Лука тоже довольно много обращает внимание на такие положительные отзывы людей. Вот они, по крайней мере, обрадованы и удивлены. После этого Иисус оттуда ушел и по дороге увидел на таможне человека, который собирал пошлины. Звали его Ливией. Ну, таможнями это называли просто такие пункты сбора пошлин, то есть товары провозили по дороге, и, в общем, некоторую долю стоимости этих товаров тут же и забирали. Сегодня тоже такие системы есть, они электронные, как правило. В России там Платон, это называется, за перевозку грузов. Ну, тогда просто сидел человек и денежки собирал, вот монеты. Человека, который собирал пошлины, назвали его Ливией. Он ему сказал, «Иди за мной». Тот собросил, встал и пошел за ним. Интересно, а чего же Иисус с ним не устроил такой же фокус, как с Петром? Давай-ка, вот, собери пошлины с того каравана, и там прям мешок этих пошлин, да, как с рыбами, да, только что у нас было. Очень много рыб поймали. Ну, наверное, есть труд достойный, есть труд, которым лучше не заниматься, вот этот самый сбор пошлин. Но это не значит, что Ливий плохой, это не значит, что он должен сначала там покаяться, как-то отказаться от всего, хотя он отказывается, тот все бросил, встал и пошел за ним. Так и рыбаки сделали то же самое. То есть, в итоге, разница между тем, чтобы быть рыбаком, и тем, чтобы быть сборщиком пошлин, довольно невелика, хотя, конечно, для иудеев того времени она огромна. Но с точки зрения вот этого следования за Иисусом, не так важно, чем ты занимался. Ливий устроил в своем доме в честь Иисуса большой пир. Вместе с ними пировало большинство, множество сборщиков податей и тому подобных людей. Ну, то есть, знаете, люди не нашего круга, мы с такими не общаемся. Фарисеи вместе с книжниками стали высказывать его ученикам свое возмущение. Что это вы идите и пьете за одним столом с этими сборщиками податей и грешниками? Они, видимо, и личным благочестием не отличались. Иисус на это им сказал. Нездоровым нужен врач, а заболевшим. И я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. Вот мы все время делим людей вокруг себя на хороших и плохих. Иисус предлагает не перестать это делаться, наверное, потому что это не в человеческих силах, а обращать внимание на плохих в том, чтобы им помочь стать хорошими. Они ему сказали, ученики Иоанна часто постятся и много молятся, и так же поступают ученики фарисеев. А твои едят и пьют. Иоанна Крестителя, конечно. Ну и пост тогда считался очень важной аскетической практикой. Он заключался в полном отказе от еды на один день, как правило, ненадолго. Ну и, конечно, это всегда такой повод себя почувствовать чемпионом веры. Вот человек постился, молился. Они даже не про себя говорят. Ну, понятно, что если они сами фарисеи, то их ученики постятся, то они уж тем более постятся. Они их, собственно, и научили учеников так поступать. И, конечно, это повод так посмотреть сверху и сказать, ха, мы-то вот какие молодцы, а твои-то, и стало быть, ты их этому научил, и ты, стало быть, не молодец. Иисус им ответил, вы не можете заставить друзей жениха поститься, пока жених с ними. Ну, проще говоря, на свадьбе кто постится? Гости на свадьбе что, поститься пришли? Они пришли радоваться и веселиться. Но придут дни, когда отнимут у них жениха, а в те дни они и будут поститься. Странно, да? Вот какая разница, кто, когда, что будет делать? Мог бы им сказать, сейчас непостное время, например. Ну, собственно, он примерно так и сказал. Мог бы им сказать, нечего вам гордиться своим постом, потому что суть поста вовсе не в том, чтобы себя возвышать ровно в противоположном. Это еще Исаия говорил, да? Много кто говорил с тех пор. Но здесь центр переносится на общение с женихом. То есть что такое пост? Пост – это такая подготовка, да? Вот к какому-то празднику. Вот праздник, допустим, хозяйка готовит угощение, убирает дом. Вместо того, чтобы сидеть, лопать все то, что она приготовила, это все угощение сожрать, пока гости не пришли, да? Чтобы больше досталось. Нет, она не трогает это. Тоже некоторая форма поста такая бытовая. Почему? Не потому что вот очень важно, чтобы она это не трогала, чтобы она чисто убралась, а потому что она хочет встретить этих самых гостей, да? Их накормить, их усадить, их порадовать чистотой в доме, да? Чтобы им было хорошо и приятно. Так вот смысл поста не в том, чтобы быть чемпионом, да? И достичь каких-то выдающихся результатов, минус 20 килограмм. А смысл его в том, чтобы встретиться с женихом. И поэтому пост вторичен, там, где есть жених, там о посте нет речи, да? Когда приходят на свадьбу главные гости, то хозяйка не начинает срочно пол подметать, да? Даже если он не очень хорошо подметен был до того. Она общается с этим главным гостем. Еще он рассказал им такую притчу. Не отрезает никто кусок от нового плаща, чтобы поставить заплатку на старый, тогда и новый будет порван. И к старому такая заплатка из нового не подойдет. Не наливает никто молодое вино в старые бордюки, не то вино продолжит бродить, и бордюки лопнут. То, что вино молодое еще бродит, это выделяет газы. И молодой бордюк может растянуться, да? Он эластичный, а старый уже нет. И вино вытечет, и бордюки пропадут. Нет, молодое вино нужно вливать в бордюки из новой кожи. Понятно, форма и содержание, да? Вот появляется что-то новое, это означает, что должна появиться форма для этого нового. Только никто, отведав старого вина, не захочет молодого. Такое говорит старое выдержанное. Вот поэтому нужна бы новая форма. Проблема не в том, что новой формы нет, найдется. А проблема скорее в том, что люди с трудом отказываются от своих привычных смыслов, да? И вот для фарисеев, вот, допустим, пост, для этих конкретно фарисеев, пост стал самым главным. Ну, может, в жизни это слишком громко сказано, но одной из главных форм их благочестия, их жизни с Богом. Приходит Иисус и говорит, дело не в том, как поститься, а дело в общении с Богом. Они говорят, не, старое выдержанное, наши отцы, прадеды, деды постились, это вино там из какого-то бородатого года, мы его там 300 лет выдерживали, теперь оно вот такое ароматное, крепкое. Я буду его пить, мне там молодого не надо наливать, это слишком некачественное для меня вино. Вот в чем главная проблема, что люди не готовы, может быть, отказаться от того, что им кажется проверенным. Ну, и эти споры, конечно, продолжатся в шестой главе. Субтитры создавал DimaTorzok